На режим энергоэкономии переходит все больше предприятий страны. Часть из них на грани остановки. Таковы последствия торговой блокады с оккупированной частью Донбасса. Напомню, она продолжается уже больше трех недель, из-за чего Украина недополучает энергетический уголь. На связи со студией Олег Решетняк из Донецкой области. Олег, здравствуй. Расскажи, кто пополнил ряды жертв блокады? Добрый вечер, Катя. Блокада продолжается. Вместе с блокадой, как грибы, после дождя появляются все новые и новые проблемы. Вот, к примеру, Мироновская Тесна, которой в обычном режиме функционируют два котла, теперь вынуждены использовать мощности только одного, где в качестве горючего нужен лишь газовый уголь. Второй котел отключили, он вырабатывает теплоэлектричество на угле антраците, а поставки этого топлива блокируют уже больше трех недель. А вот Краматорский ферросплавный завод и вовсе оказался на грани закрытия. Для производства нужен исключительно коксующий уголь. А главная сложность в том, что если придется останавливать доминую печь, то возобновить ее работу будет уже невозможно. В корне полностью застынет металл, а печь это фактически и есть весь завод. 1200 сотрудников окажутся безработными, поскольку восстановить доминную печь малыми силами не получится. Минимальные сроки капитального ремонта доменной печи порядка шести месяцев, и это не один миллион долларов. Кроме этого, предприятие частично обеспечивает электричеством Краматорск. Так, остановка завода может привести к верным отключениям, как, впрочем, и в других городах Украины, где возникли перебои в работе электростанций. Так вот, по мнению экспертов, до полной темноты в квартирах и домах осталось уже не так уж много времени. Час Че и возможность верных отключений может наступить куда быстрее, чем 40 суток. А уже если 40 суток пройдет и ничего не поменяется, то, к сожалению, это будет уже суровая реальность. Генерация перешла в режим чрезвычайного положения, я бы сказал, аврального положения. Растет угроза возникновения чрезвычайных ситуаций аварийности. Мы видим заявление со стороны правительства относительно того, что чрезвычайное положение может быть продлено до лета, а может быть и до конца года. Правительстве сегодня уже в который раз призвали прекратить блокаду, ведь с каждым днем нагрузка на экономику страны только возрастает. Премьер Гройсман заявил, что он готов обсуждать вопросы ликвидации контрабандной торговли, отметив при этом, что энергетический уголь не является частью незаконного товарооборота. Нужно всем украинским патриотам осмыслить то, что происходит сегодня, критично на это подивиться и с метою того, чтобы достигнуть успеха и побороть контрабанду и будь-якую торговлю незаконными товарами, неприпустимыми товарами, мают все сделать для того, чтобы створить такие публичные механизмы. Я готов и тут до полной взаимодействия. Мы продолжаем работать здесь, в Луганской и Донецкой областях. Будем держать вас в курсе важных событий из студии. Олег, спасибо тебе за последние новости. Продолжение следует...